Друзья, всем привет! Это видео такой небольшой маленький обзорчик, в котором я покажу три орхидейки, которые после своего основного цветения дорастили небольшие цветоносики на срезанных цветоносах и показали свое, скажем такое, необычное цветение, которому я не столько удивлен, а скорее, наверное, обрадован. Ну, начнем и заодно ответим на вопрос, а сохраняет ли пилоризм орхидеи, которые мы покупаем в магазине? Ну, пилоризм это, ну, скажем, на генетическом уровне измененное цветение, либо в процессе гибридизации орхидеи, либо специально сейчас изменяют орхидеи на генетическом уровне лепесточки, цветения лепесточков, и они становятся... раньше обраковывали, выкидывали такие орхидеи, а теперь, увидев, что орхаманы охотятся за ними, а кто-то даже серьезно коллекционирует именно с необычным, нестандартным цветением орхидейки, это когда боковые лепестки у орхидеи либо сжаты в середке с такими защипами, и форма лепестков становится похожа на бабочки, их так и называют орхидеи-бабочка, либо с такими рюшечками, то есть не ровные боковые лепестки такие, знаете, а такими как бы рюшечками бахромой. Это один, второй вариант, а третий вариант это когда у орхидеи не раскрываются эти боковые лепестки, и вокруг центральной губы они, два вот этих лепестка, создают такой вот по форме напоминающий тюльпан нераскрывшийся. И вот все эти орхидеи называют пилориками, да, в народе, в простонародье пилориками, хотя у каждого из этих вариантов есть свое там специфическое название. И вот с первой сегодня орхидеи хочу показать вам нашу Сталинбосс, орхидею, которую уже пару дней назад мимоходом при обзоре стеллажа я уже показал, мы ее купили в прошлом году, эту орхидеечку, по-моему, даже летом, она у нас долго-долго-долго цвела, потом мы ее пересадили в неорганический грунт, вот в такой вот состоящий из, состоящий из керамзита, крупного керамзита, мелкого, и пеностекла разной фракции намешали, и вот сегодня она у нас, кстати, эта орхидея у нее фитиль еще ко всему работает, она у нас на мокрых пяточках, ну и, собственно говоря, неплохо она там себе поживает, растила ботву, наращивала корни, и вот дорастила срезанный цветонос, который мы обрезали осенью, наверное, осенью прошлого года, она у нас долго-долго сидела, думала, а потом вот дорастила вот такой вот цветоносик на одной из раскрывшейся почки, и вот такие вот, сохранила свое цветение, хотя, когда мы ее только-только купили, мне сказали, зачем ты берешь сталинбос, это орхидея в следующем домашнем цветении будет цвести обычно, как это, собственно говоря, обычно бывает, вот у этой орхидеи, видите, у нее боковые лепесточки, вот то, о чем я говорил, в серединке вот так вот, как бы узелок такой связанный, и стянуты лепестки, и по форме такие вот лепестки не полукруглые, как это обычно у обычного сталинбоса, стандартного, при стандартном цветении, а немножко, как бы, вот видите, стянуло краешки вот к серединке, вот к этим защипам, и получились такие вот лепестки по форме ушки у лисички, да, или как крылышки у бабочки, и вот так вот получается, как бы и называют ее орхидея, пилорик бабочка, вот такая вот интересная орхидея. А вторая орхидея, друзья, это наша с вами орхидея, которая называется, сейчас покажу вам ее, вот эту вот уберу, чтобы не мешала, сейчас, 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 вторая орхидея, друзья, это, так, вот так вот, пока что в сторонку уберу, это наша тайда салом, друзья, так, вот так, что-то мешает, это орхидея тайда салом, мы ее изначально купили пилоричные, но при каждом своем повторном цветении у нас в домашних условиях она меняла свой пилоризм. Помните, это как раз та орхидея, сейчас я ее покажу, не переключайтесь, когда мы ее взяли, и у нее форма цветочков была, вот как раз нераскрывшийся тюльпан, и при следующем домашнем цветении у нее, значит, один цветонос, если вы помните, был, у него цветочки были с одной, с одной боковым, с одним лепестком боковым завернуты, а другие, по другой стороне цветоноса цветочки были с другой стороны один завернут, то есть такая полуполу, а вот при следующем цветении все цветы были раскрыты, то есть она цвела полноценной такой вот орхидеи. И вот, друзья, сегодня буквально вот второй бутончик раскрылся у нее на том цветоносе, вот он цветонос у нее, который цвел полноценным цветением, то есть нормальная стандартная орхидея, которая, ну, прям и не скажешь, что там какое-то у нее нарушение, какой-то пилоричность у нее, нарушение цветения, то есть все были цветочки нормальные, я уже думал, ну все, орхидея в домашних условиях теперь будет цвести. И вот на том цветоносе, который я не до конца срезал, а вот чуть-чуть подрезал, распустилась одна из почек и оба цветочка, посмотрите, друзья, оба цветочка у нее пилоричные, то есть вот по форме боковые лепестки, они закрыты, закрывают серединку губу и создает такое впечатление, как нераскрывшийся тюльпан, еще только-только готовящийся к цветению, посмотрите, какая прелесть, вот такая вот орхидея, очень интересная, и вот она меняет свою вот эту пилоричность, мне очень нравятся такие орхидеи, у нас, кстати, есть, и орхидеи мне нравятся, когда меняют при каждом своем цветении окрас, сейчас это очень модно, и в Тайване, да вообще азиатские производители специально выводят гибриды, которые, ну, при каждом своем цветении дают два, а то три, а то и даже четыре, один из четырех вариантов возможного цветения, и при каждом последующем цветении, он, как, знаете, как в лотерею может зацвести одним из четырех вариантов, вот примерно и такие же вот у нас с пилоричностью орхидеи, вот этот Тайда Сал меняет свою пилоричность, то обычные, то с одной стороны, то с другой стороны, то вот так вот, и плюс еще и орхидеи такие у нас имеются, помните, мы с вами каменную розу, кстати, надо было показать ее, которые при каждом практически своем цветении выдают то шоколад, то каменную розу, то блестящие моменты, спаркинг-моменс орхидеи, один из ее родителей, то еще какие-то варианты, да, там цветы похожие на элегант Джулия, то есть вот различного рода окрасов, да, из своих вот предшественников родителей, кстати, эта орхидея у нас тоже растет в примерно таком же грунте, но с добавлением к керамзиту, пеностеклу, еще сверху мы засыпали перлитом, чтобы влага в крупной фракции керамзита и пеностекла меньше испарялась из горшка, и вот сейчас орхидея находится на мокрых пяточках, но вода как раз уже испарилась, видите, корни посеребрились, вода уже ниже дна, причем несколько дней, вот она, и уже эту орхидею пора подливать воду методом опрыскивания всей поверхности этого горшка, всей поверхности, и чтобы вода, вот видите, насколько она ниже дна, чтобы палец был сверху, уровень воды сверху горшка внутреннего, в котором посажена орхидея. И теперь, друзья, третью орхидею покажу, третью орхидею покажу. Она удивила именно не пилоричностью, а вот как раз изменением своего цвета. Когда мы ее купили в магазине, она была похожа на одну из вариантов Magic Art, Leganlin Beauty, вот окраса, когда общий фон у нее лепестков был однотонный, такой нежно-розово-лиловый, нежно-нежно, и такие, знаете, на кончиках лепестков, как будто макнули кайма темно-темно-бордового, цвекольного такого цвета. Ну, как Magic Art, да, ее такой еще орхидею называют легендой, да, легенда. И вот мы купили ее в магазине, она у нас долго цвела, а цвела мы ее пересадили в неорганический грунт, и вот посмотрите, как она расцвела, каким, ничего общего, да, с Magic Art она не имеет. Плюс вот это вот у нее яркое, кстати, вот губа цвет серединки у нее сохранился. При магазинном цветении, из-за которого мы ее купили, у нее цвет губы вот такой окрас был, а вот лепестки полностью поменяли свой цвет. То есть, у нее не было вот этих вот разводов крупных, да, у нее был общий фон лепестков вот таким вот светлым, то есть, не было в середине вот этих вот пятен. Полностью все лепестки были белые. И вот эти вот кайма, вот это, видите, сверху, как будто макнули в красочку, она была тонкая такая, прямо тонко-тонко, где-то миллиметра два по кончикам вот этих вот лепестков, все. И вот редкие такие вот один-два крапушка такая, одна-два-три. То есть, вот вообще бы и сроду бы не подумал, что та орхидея магазинного цветения в домашнем цветении вот зацветет вот так вот, друзья. Вот это вот как раз вот тот вариант, о котором я сейчас рассказал, что азиатские производители сейчас активно гибридов производят, производят гибридов, которые дают два, три, а то и четыре варианта цветения через каждое, через одно, может быть, то есть вот не угадаешь, да, лотерейное цветение. И вот сейчас я смотрю в интернет-магазинах, ну, не особой как бы популярностью пользуются такие орхидеи, но тем не менее, мне очень нравятся, и я предполагаю, что в ближайшее время начнем собирать мы коллекцию на нашем канале орхидеи вот с разным цветением и заведем плейлист. И вот в первой плейлисте будет вот эта вот орхидея. Я, не знаю, найду фотографии ее, если найду фотографии ее магазинного цветения, то, конечно, вставлю вот сюда вот, чтобы можно было посмотреть, как она цвела, друзья. Вот такая вот, да, в сравнении, вот что общего в сравнении у нее с магазинным цветением и вот с домашним первым таким вот интересным цветением. В общем, друзья, вот такое сегодня у нас видео, поднимающее, мне кажется, настроение не только мне, но и вам, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.